Листиков не было в два раза больше, чем было текста? Листиков было в два раза больше, чем было текста. Я люблю много листиков. Да. У меня вот вопрос. Вот те приемы, которые ты показал, особенно с примерами, не всегда же можно использовать, сохраняя стилистику текста. То есть в какой-то случай они подойдут. То есть когда ты меняешь предложение, когда ты перестраиваешь пример, у тебя стиль изложения меняется? У меня стиль изложения меняется. Это же не всегда можно делать. Что делаешь? Эти примеры не улучшают стилистику текста. Они выкидывают из текста мусор. Они больше ничего не делают. То есть мы так не делаем из одного стиля другой стиль. Мы не делаем, допустим, из художественного, публицистический наоборот. Мы просто удаляем из текста мусор и незначащие частицы. Если их употреблять аккуратнее, допустим, помнить, что это будет не текст, а разговорная речь. Можно оставить больше разговорных оборотов. Хороший пример. В разговорной речи мы часто используем структуру и говорим «во-первых», «во-вторых», «в-третьих». Это структурирует то, что вы хотите сказать. На письме это излишне. Вы можете написать в столбик, и вам больше не нужно использовать эти паразиты. В разговорной речи можно использовать. Таким образом, если ты хочешь сохранить стилистику текста, ты можешь определить, что именно вносит стилистику в твой текст, и удалить все остальное. А как сохранить количество смысла и не потерять художественный окрас? Художественный окрас? Это такой, знаешь, очень-очень-очень странный момент, потому что... Вот казалось бы, вот тут вот теряется художественный окрас. Но тот, кто передаст конкретный оттенок эмоций, объяснит мне, в чем именно он был. Я, грубо говоря, не верю в существование художественного окраса. Есть хороший текст, плохой текст. Нет, я могу ответить на этот вопрос. Первый ряд более мягенький, второй немного более жесткий. Иногда выражается какая-то бесцеремонность. Правда — это такая штука, которая не становится неправдой после того, как ты ее узнал, не становится хуже после того, как ты ее узнал. Правда — это правда, она не может быть плохой. Вы считай, думаешь, может, только ты один так думаешь, нет, можно не думать по-другому, не убеждая его брата. Александр, вот просто. По-моему, мне так кажется. Кстати. Все знакомые мне джаз-музыканты, то есть я джаз-подмастерь, а джаз-музыканты говорят, что лучшая импровизация — это подготовленная импровизация. Все это хорошо подходит для редактирования письменного текста, поэтому я и показываю написанные примеры на доске. Все это отлично подходит для редактирования письменного текста, который вы потом собираетесь читать на лекции. Давайте я упрощу пример. Вот вы собираетесь читать лекцию, вы написали текст. Уже на этом этапе вы автоматически вырезали оттуда слова «ну» и «вот». Понимаете? Они уже там не написаны. И так далее, и так далее, и так далее. Но если мы будем репетировать свое выступление, просто несколько раз обращая внимание на то, что вы произносили? Люди не умеют так. Люди не умеют так. Люди не умеют избавиться от слов-паразитов, лишь сказав себе, «ну, все», я больше не говорю слово «ну». Все люди так не умеют? Все, которых я видел. Я не видел всех коров. Хорошо. Вам ничего. Ну, у меня, скорее, не вопрос о возражении школы. Мне кажется, что все время живой лекции продевается в академическом тексте, потому что будет такая чувство лично и в основном отношении. А если вы выражаете в субъекте ассоточные осуждения, как бы за ними теряется ваш личный акцент? Вот тут хороший момент был при переводе к академическому формату. Все то, о чем я говорю, не делает из художественного текста сухой академический. Скорее, напротив. В некоторых примерах заметно, как сухой бюрократический язык, сухой академический язык становится живым. Скорее, вопрос о рекомендации вырезать оценочные осуждения. А оценочные осуждения сразу и продевают в ваш личный акцент. Совет убирать оценочные осуждения. Смотри, я считаю свою работу как лектором сугубо реферативной. А реферативность подразумевает отсутствие оценочного осуждения. То есть я не делаю собственного исследования, как текст Википедии не делает собственного исследования. Этот стиль помогает не делать собственного исследования, когда ты не собирался делать собственного исследования. То есть он не делает текст хуже. Он просто защищает тебя от того, что ты сейчас соврешь. Приходится говорить правду, приводить факты, аргументировать. Что ж, спасибо вам большое. Пишите текст короче. Спасибо.